Если наступает ситуация, а она ситуация имеет очень много причин, что размер костного футляра становится больше, костный футляр желтенький, становится больше, чем спинной мозг, сначала пронаблюдаемый переход, вот кифозированный нормальный физиологический кризис, превращается в плоскую спину. Вот мы тогда обнаружили место вот этой плоской спины. Ни один ортопед не скажет, что плоская спина у ребенка – это замечательное состояние. Хотя зачем мы гоняемся с родителями за правильной осанкой? Вот еще один парадокс. Мы гоняемся за правильной осанкой, чтобы он ровно смотрел, но в то же время боимся получить плоскую спину. Вот посмотрите, на этих схемах, я думаю, это становится понятным. Как и с кифозиром позвоночного столба, он становится плоский. Следующий механизм, если этот избыток сохраняется, это процесс. Он мог остановиться на плоской спине и никаких проблем дальше не будет. Но если происходит продолжение несопряженности, то следующий механизм, один единственный ответ теоретической механики дает, это скручивание длинного отдела, то есть позвоночного футляра, костного футляра вокруг спинного мозга. Идет одностороннее скручивание. Мы ставим, появляется у нас следующий симптом группы риска по сколиозу. Это торсия позвоночного столба. Все ортопеды слышали об этом, знают, но где его место? Вот мы показываем, где это место, торсия и туловище. Скручивается весь позвоночный столб. И в это время электроактивность, электромиографические исследования надо проводить в тоистничном отделе. Вот так вот на схеме это показано. Мы всегда найдем высокую электроактивность мышц, которые суммируются. Поясничный отдел, поясничный и нижний грудной отдел очень мало подвижен в горизонтальной плоскости. Но даже 5 позвонков, которые сместились на 5 градусов каждый, дают торсию 25 градусов. Вот здесь на помощь к нам приходят офтальмологи. Нет здесь офтальмологов? Есть, да? Вот спасибо вам, знаете, за что? За то, что вы показали. Что если меняется ось, глазная ось относительно горизонта, на 4 градуса и даже чуть-чуть побольше, знаете эти работы, да? Вот оказывается в это время невинуемо возникает высочайшая мотивация, стимуляция паровертебральных мышц, и они начинают все тело возвращать снова в среднее положение. И тогда это возвращение в среднее положение относится уже к корониальному отделу позвоночного столба. В поясничном была ротация торсия позвоночного столба, в корониальном отделе полинесходит наступает деторсия. На какой объем должна произойти эта деторсия? На тот, на котором была торсия. В результате у нас формируется первичная дуга в позвоночном столбе. Она небольшая, она физиологическая, она еще способна к возврату. И тогда наступает уже следующий клинический этап развития в патогенетисклероза. Наступает следующий этап. Это неравномерная нагрузка на тела позвонков. Более грубые варианты. Наталья Васильевна Пугачева вам потом расскажет, когда это происходит. Но нас интересует вот этот маленький момент. Если мы не видим глазами, если мы не видим на рентгенограмме, это не значит, что процесса там нет. Есть чувствительность инструментальных диагностик, которые некоторые вопросы у нас лимитируют. В результате возникает клиновидность тел позвонков. Клиновидность тел позвонков уже запускает порочный круг. Чем больше клиновидность, тем больше дуга. Чем больше дуга, тем больше клиновидность. И это уже, вот тут тот следующий парадокс, уже прошу прощения, наплевать, какая была причина несопряженности, потому что позвоночный столб дуга начинает поддерживать самую себя, здесь просто работает рост самого, сам рост ребенка. Что это работает мышцам? Ну, на таком маленьком примере показываю, что мышцы-ротаторы как раз и приводят не только к деформированию позвоночного столба в целом, но и к деформированию позвонков. Итак, причины сколиоза. Какие у нас могут быть для того, чтобы была несопряженность? Это как бы предтеча развития деформации. Гормональная причина, когда избыточный идет костиообразовательный процесс. Спинальная причина, когда по тем или иным причинам, и нейрохирурги об этом великолепно знают, различные диспластические проявления в спинном мозге. Нормальный абсолютно костный футляр, но сам спинной мозг, сиренгами или опухолевые процессы, нарушение кровообращения. Такое имя не любимая, корректно скажу, артерия Адамкевича. Это все варианты развития кровообращения спинного мозга. Все они могут привести к тому, что спинной мозг относительно короче нормального позвоночного столба. Ну, наконец, центральная причина. Где на уровне таламуса, гипоталамуса, гипофиза, в этой знаменитой тройке, таламус отслеживает внешний мир, гипоталамус внутренний мир, а гипофиза уже всеми остальными вопросами управляет. Произошел диссонанс. Произошло непонимание друг друга. Нужно уменьшить интенсивность выработки гормона роста гипофизи, а сигнал такой не поступил. Гормон роста продолжает вырабатываться, костный позвоночный столб растет, а спинной мозг отстает. Итак, патогенез. Вот из тех пазлов он получается. Патогенез типичного идиопатического сколиоза. У нас, мы сегодня разложили его на три столбика. Доклинический и субклинический этап. Это переход здорового позвоночного столба в деформированный. Это доклинический этап. Вот это дает мне основание сегодня чуть-чуть попозже рассказать о профилактике этого сколиоза. Потому что это именно в этот момент. Профилактика возникновения сколиоза. Первый клинический этап – это начало уже деформации. Состоялась клиническая симптоматика. Все стало замечательно. С чем мы будем делать? Нужно бы проводить профилактику прогрессирования. И, наконец, третий этап – это уже этап борьбы с порочным кругом. Мы должны сделать все для того, чтобы прекратить рост любой ценой, прекратить рост в позвоночном столбе. И обратите внимание, вот наверху стрелки – это с нашей точки зрения причина сколиоза, причина для несопряженности. Ой-ой-ой, какая большая, становится меньше ее роль, никакой не играет. И уже на этом этапе она практически инициирующую роль не имеет. Это уже реакция другого порядка. Итак, переход позвоночного столба сколиотический нам становится понятен. Для того, чтобы подтвердить эти размышления, привожу маленький пример. В Воронеже вы можете сделать то же самое, получите, я думаю, что те же самые результаты. Взята группа детей в Пермском крае, 500 детей, возрасте от 8 до 12 лет. Тот период, когда сколиоз любят появляться, военный закрытый городок, где население практически не меняется. Но население в связи с тем, что родители военнослужащие, они представляют собой весь вес российской популяции. Вот обратите внимание на черненькие цифры, это проценты. Исследования были сделаны в мае 2010 года, в мае 2011, в декабре 2012 года. Цифры практически те же. Это та статистика, которая убаюкивает иногда наши с вами взгляды. Каждый год одни и те же. До контроля были взяты дети с отдельными симптомами будущего сколиоза. Без изменений нормальные дети. Уменьшение грудного кифоза, плоские спины. Усиление грудного кифоза, это будущий тип сколиозы. Сейчас очки просмотрю. Это изолированные изменения в горизонтальной плоскости. Они тоже имеют право быть. Любой симптом имеет право быть. Изменения в горизонтальной плоскости в сочетании с уменьшением грудного кифоза. Или увеличением поясничного лордоза. Изменения в горизонтальной плоскости в сочетании с увеличением грудного кифоза. Это такие сочетания. Сколиоза нет. Это отдельные признаки сколиоза. И, наконец, трехплоскостная деформация позвоночного столба. Статистика убаюкивает. Но мы делаем совершенно неожиданный шаг. Мы персонифицируем этих детей в каждой группе. Вот обратите внимание, как они гуляют из одной группы в другую. Это значит, позволяю себе сделать философское такое, общее биологическое заключение, склез – это процесс, это неправильный процесс в организме, и организм начинает с ним бороться. Своими внутренними силами он меняет состояние нейропептидов. Я так немножко забегаю вперед в тех работах, которые мы сейчас проводим. Меняется электрофизиология мышц. Но он сопротивляется. Желтые стрелочки, они остались в той же самой группе, а красные стрелки идут на ухудшение. Но самое большое впечатление на нас произвели зеленые стрелочки, когда из более тяжелой группы дети переходят в более легкую. Значит, один ответ мы получаем – профилактика возможна. Итак, профилактика идиопатического сколиоза – мечта или реальность? Что такое профилактика? Это совокупность предупредительных мероприятий, направленная в сохранении и укреплении нормального состояния порядка. Большой словарь. В отношении деформированного позвоночного столба, профилактика – оставить его хотя бы, сохранить, не дать ему прогрессировать дальше. В отношении детей здоровых или группы риска по сколиозу – не дать этому сколиозу развиться. Профилактикой сколиоза занимаются уже давно. Первые исследования, популяционные исследования позвоночного столба на предмет сколиоза относятся в середине 19 века. Середина 19 века. Период расцвета русской культуры. Отмена крепостного права. Дети пошли в школу. Начались массовые исследования, обследования этих детей. В каком возрасте нашли наиболее часто деформацию позвоночного столба? В возрасте 10-15 лет. Где находились в это время дети? Находились в школах, в ремесленных училищах, в реальных училищах или получали какие-то замки профессии? Какая появилась сразу к жизни теория? Школьная теория сколиоза. Раз криво сидит, значит у него будет сколиоз. Дорогие мои коллеги, вот запомните сегодняшний день. Ну, услышите вы нас. Ребенок криво садится в школе, потому что у него начался сколиоз. Поменяйте сначала, все-таки поставьте лошадь, а потом телегу. Вот тогда становится немножко ясное отношение. Профилактику сколиозов я вот связываю с началом выдающегося гигиениста, школьного гигиениста Федора Федоровича Ирисмана. Федор Федорович Ирисман занимался детьми в школах. И он предлагает парту. Она предназначалась не для детей со сколиозом, она предназначалась для детей с нарушением зрения. Вот если брать историю развития этой парты Ирисмана. Новое поколение эту парту, наверное, только видело на рисунках. Вот они такие парты. А люди среднего поколения или постарше моего поколения, мы 10 лет, 11 лет учились за такими партами. Более лучше бы ничего не придумать. В царское время эти парты появились в привилегированных школах. В советское время нельзя его хаять при большевиках. Все школы были оснащены этими партами. А число сколиозов как было, так и осталось. Весь мир перешел на другие методы обучения. И число сколиозов как было, так и осталось. Вот парадокс. Еще один парадокс, который имеет место в профилактике сколиоза. Вот он здесь вот написан. Мышцы используются как причина. Вынимаются как причина деформирования позвоночного столба. И в то же время мышцы используются как инструмент борьбы с этими сколиозами. Огромный набор. Сегодня, прошу прощения, пусть не обижаются на меня другие товарищи. Уже стоматологи лечат сколиозы. Вы понимаете, я буду счастлив. Я пожму руку. Я съем свой галстук. Если они мне расписут цепочку, по которой идет нарушение прикуса и деформация позвоночного столба. Я с удовольствием отношусь к генетикам. Они нашли уже 50 с лишним генов, которые связаны со сколиозом. Но пока не отслеживая цепочка, как из-за дефекта геновитамина Д3, хотя я вам ее показал, вот наметил эту цепочку, происходит деформирование позвоночного столба. Но, тем не менее, лечить надо, и мы должны этим заниматься. Типичный идиопатический сколиоз. Профилактика должна находиться, я убираю, атипичный, так сразу оговорюсь, чтобы к нему не возвращаться. Атипичный идиопатический сколиоз, то есть сколиоз, кифосколиоз, которым я упоминал, это сарбенные дети, это стариковский, мальчишеский сколиоз, в первую очередь, чем они девчачьи. Это девчонки, длинные ноги. Он никогда не прогрессирует. Он достигает 15 градусов максимум, а потом склонит к самокоррекции. Вот этих детей отправляйте в Еленджик, отправляйте в Анапу, отправляйте в Севастополь, в Феодосию, потому что нам не хватает костной ткани, их надо стимулировать. Итак, знания и теологии патогенеза. Вот доклинический этап, который я вам рассказывал, субклинический и клинический этап. Вот на одном слайде, сейчас вы видите все картинки, это патогенез, не и теология, а именно патогенез идиопатического сколиоза. Сейчас попробую вам показать фильм. О, пошел. Я рад, что здесь получилось в Воронеже. Поехали. Буду ставить только маленькие петочки. Этот фильм сделали математики, это не мультяшный фильм. Эта задача поставлена перед студентами 5 курса Института точной механики и оптики, рассказать о том, что же такое сколиоз. Зарядив программы задачу, они показали, как это происходит. Сейчас за 3 минуты я вам сейчас покажу, как происходит сколиоз. Позвоночный столб, сложнейший она там физиологический комплекс, включающий из себя спинной мозг. Об этом мы забываем. Это большой набор паравертебральных мышц. Ежедневно ребенок растет. Ночью растет, днем уменьшается. Ночью растет, днем уменьшается. Вот роль физиологических изгибов. Замечательно. Но наступил какой-то барьер, на котором вдруг это сломалось. В норме человек должен тогда, при этом избыточном росте, он прямоходящий, он упадет. Значит, ситуация нереальна, он должен оставаться вертикально. То, что наблюдается у человека, не может быть у человека, может быть у четвероногих. При четырех точках опоры. Запас прочности этого избыточного роста практически беспределен. Никакой роли на торсе и деформацию нет. Вспоминайте рыбок. У рыбок происходит как у человека. Иначе хвост задерется в голове, и тогда рыба плавать не будет, ее только акула съест. Или щука съест. Значит, у человека другой механизм. В поясничном отделе. А, это все описывается математически. Кстати, это не такой частый пример, когда медицина проверяется алгеброй. Это связь между длиной спинного мозга и костного футляра. Она определяет коэффициентами длины одного и второго элемента. И величиной патологической размером. Передне-задним размером позвоночного столба, расстояние между колоннами. И углом поворота. И вот в этот момент, не в этот момент, не в математике, но вступая в поясничном отделе, повышается электроактивность. Это первые признаки вершины у вас еще нет. Он весь круче в яйца. Он торсирует яйца. Можно так человек работать? Нет. Он должен вернуть плечевой пояс в рабочее состояние. Моментально в этом отделе начинают работать мышцы-деротаторы. Они те же ротаторы с этой стороны, но здесь они станутся деротаторами. Краниальный отдел, они поворачивают в среднее положение. Хотя остаточные явления все равно остаются. У вас есть, Александр Алексеевич, компьютерная топография? У нас здесь есть. Есть же в Воронеже. У вас есть, да? Вот вы обратите внимание, заставьте, я победу прочитать это. Вы видите, как все свернуто у них в полном объеме. В результате образуется вот такая функциональная, маленькая функциональная дуга. А тут пошел процесс роста. Чем больше кленовидность, тем больше дуга. Чем больше кленовидность, тем больше дуга. Вот так, 3 минуты и вся жизнь. Итак, вопросы патогенеза мы изучили. Вопросы диагностики. На сегодняшний день российская и вся западная медицина оснащена огромным количеством инструментов. Для молодых докторов заявляю, нет аппарата, который ставит диагноз. Диагноз ставит врач на основании данных, полученных с помощью клиника инструментальной диагностики. Вот если вы это заложите в своей голове, вам всегда будет проще работать. Хотя за аппарат очень легко спятаться. На сегодняшний день, для того, чтобы проводить раннюю диагностику сколиоза, достаточно иметь врачебную клиническую диагностику, компьютерную оптическую топографию, электромиографию, определение устноутробного гормонального профиля. Ну, здесь я уже пишу, это уже та цель, на которой определение нейропептидов. Вы с стопроцентным попаданием получите группу риска по сколиозу. И прогноз по этому сколиозу. Значит, вопрос решен. У вас нет только нейропептидов. Все остальное у вас есть. Адекватный патогенетический метод лечения. Поскольку мои молодые коллеги вам расскажут о борьбе со сколиозом с помощью различных методов лечения, нет ни одного метода, который бы не работал у нас, и Сергей Николаевич, и Наталья Васильевна. Поэтому я только обозначу мишени, по которым, если мы будем стрелять, мы с вами получим положительный результат. Это костный позвоночный столб, сдержать надо интенсивный продольный рост его костного футляра. Это спинной мозг и головной мозг, который является непременными участниками патогенеза. И, наконец, мышцы. Мышцы, которые нам нужны, которые будут работать, но надо работать только целиком с ними, потому что под них это вам подскажет, куда работать с мышцами, как работает электромиография. Итак, все три задачи реальны. Значит, профилактика сколиоза реальна. Я очень рад, что вот эта таблица, которая у нас есть, она может быть немножко какими-то деталями отличается от того, что показал мой уважаемый коллега Альбина Николаевна. Даже картинки, видите, стрелочки одинаковые. Я вот с удовольствием сидел внизу и посмотрел, как мы попали с разных сторон. Только в междисциплинарном сотрудничестве мы можем получить с вами такой результат. Это феновые методы лечения ЛФК, массаж, плавание, традиционные. Это коррекция уровня гормонального профиля. Коррекция функций головного и спинного мозга. Коррекция функций вегетативной нервной системы, воздействия. Кстати, вот такой маленький реверанс в сторону мануального терапевта. Я не знаю другого способа влияния на вегетативную нервную систему, как остеопатические мануальные технологии. Они настолько великолепно работают и мягко работают. Но они работают, к сожалению, здесь должно говориться, на доклиническом уровне. Или в самом начале клинического уровня. Избирательное воздействие на мышцокружающий способ. Корсетирование по корсетам Шино. Я отношу к такой позиции. У нас этот опыт уже идет. Мы учились у Минчан в 1996 году. И сейчас уже где-то 10, около 10 лет в Санкт-Петербурге две конкурирующие фирмы делают корсет и Шино. Выскажу парадоксальность. Корсет Шино не лечит. Корсет Шино сторожит позвоночный столб, чтобы он не ухудшался, чтобы противостоять закону Ютера Фолькмана. Не более того. Вот тогда, когда мы проводим куст лечения консервативный, с помощью физиотерапевтических, лечебно-физкультурных и других методов неинвазивных, в промежутках между лечением Корсет Шино, он наш сторож, который потом не даст. И ребенок к нам вернется в первозданном виде, в котором был. И гипотический скрыт, цена решения. Я обещал показать этот слайд. Беру среднестатистические данные по лечению детей из консервативного лечения. Вот в итоге 855 тысяч рублей, растянутые практически на 6 лет, так что вы понимаете, что в год где-то порядка 150-160 тысяч, включающие Корсет Шино, включающие два раза в год полуторамесячный вечерний курс, в условиях стационара, один Корсет течение на 10 месяцев, 6 изделий, наблюдение за детьми 60 месяцев и так далее. Боростная математика позволяет эти все вопросы решать. Итого стоимость 855 тысяч рублей. Я внизу поставил знак вопроса. Мой старый добрый друг Металла Михаил Витальевич Михайловский, это ведущий сегодня веб-тубролах Российской Федерации, работает в Новосибирске. Мы так с ним сидим, мы тезки, поэтому обращаемся на «ты». Или у тезки по возрасту и по времени обращаем на «ты». И так обращаюсь к Мишане, обращайся к нему. Сколько стоит одно хирургическое вмешательство по поводу сколиоза? Он говорит, а там не одно Мишане. Я говорю, Мишане, а сколько же это в сумме наберется? Он обозначил сумму, неважно, квота это государственная или квота, по лимитам ли идет, неважно. Но деньги есть деньги, они работают. Он обозначил сумму полтора миллиона. В два раза больше, чем это есть при консервативном лечении. С другой стороны, добавьте туда еще стоимость до и после операционного обслуживания. По жизни на социальной пенсии, по инвалидности, это все будет накладывать свои отпечатки. Так, вполне объективно приходит время, когда мы начинаем обладать знаниями для противостояния всем вариантам идиопатического сколиоза. И в итоге его хирургическая коррекция будет уходить из повседневной практики детской ватабрологии. Высокие технологии не в операционном инструментарии и в оборудовании, а в головах врачей. Это сейчас изготовившиеся к печати книги нашей. Благодарю за внимание. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!